Ситуация с Гагелашвили, мне казалось, что это в этом году, это уже последний зашквар власти Зеленского, и вроде бы уже достаточно мало времени осталось до Нового года для того, чтобы что-то новое всплыло. И тут всплывает вот эта история с Павлюком, который тайно посещал Офис Президента. И когда журналисты подходят к президенту во время открытия новогодней елки возле Офиса Президента и спрашивают, а что делал Павлюк? Что делал Павлюк? И что он делает у вас? Доброго дня. До нас в обиск таемно никто не заезжает до меня особо. Бывают бизнесмены, бывают журналисты. Если таемно, то это не повязано. Его пересаживали, его пересаживали в пяти на оперативных номерах. Вместо того, чтобы как-то объяснить, или можно просто было проигнорировать, или можно было заградиться охраной и так далее. Но тем не менее, открыто и очень раздраженно высказывая какие-то свои негативные эмоции, президент реагирует на вопросы о Павлюке. И таким образом приводит в медиапространство еще одну тему, которая сейчас резонирует. Почему Зеленский так реагирует болезненно на такие вопросы? Что ты не скажешь про Илю Павлюка и чем он занимается? Я вам все сказал. Вы знаете такого человека? Вы то выращуете с ним? Бачите? Если ты в этом ничего такого не видишь, почему ты так болезненно реагируешь на это, отвечая на вопросы журналистов? Как вы считаете, до конца года еще сегодня 18 число, до конца года еще 12-13 дней, мы еще что-то увидим? Мы снова увидим какие-то зашквары? Ну, я думаю, из-за шкваров возможный сценарий – это, конечно, новогоднее приветствие Разумкова на одном из каналов в то же время. Ну, то свинство, которое провернул Зеленский против Порошенко, а сейчас провернут против него. Я не исключаю этого, и это было бы хорошо, потому что разбрасывать бумеранги есть время, а собирать вроде бы нет у Зеленского. Пускай собирают разбросанные бумеранги. Но самое главное, что когда разговор о Павлюке, то тут же надо вспомнить, что на прошлой неделе была попытка заговорить с властью о скрутках, о наполнении бюджета, и Гетманцева ловили, дело в том, что все схемы, на которых скручивали налоги, она же нигде не делась. И самая главная история из Гояшвили, а потом из Будановым, она же выплывла где? Эта история связана и с собственником дома, где размещался Гояшвили, а потом и Будановым. Там же тоже шлейф связан не только с глобалманией, но там есть еще несколько таких сценариев, где сразу ассоциации с Павлюком с тем же возникают. И в этом смысле именно вот такое вскрытие больших систем взаимосвязи между чиновниками Зеленского и делками теневого сектора, она просто, ну, уже нигде его под плинтус замести невозможно будет. Просто появился Павлюк, хорошо. Сейчас, кстати, обрастает скандалами сам Кривой Рог, потому что там идет реальное мочило у всех, кто может выдвинуться на мэра Кривого Рога. И там идут тотальные проверки, и я думаю, что там сразу всплывет тоже два-три персонажа формата Павлюка и со своими интересами бизнесовыми. Поэтому, ну, я думаю, что счета за теневые оборудки окружения Зеленского, они начинают приходить. Если журналисты просто напоминают, ну, вспоминают фамилии, напоминают о том, что вот такой-такой сценарий вы не ответили ни на то, ни на то, ни на то, то журналистские вопросы, они же сразу выплывают где? Они выплывают в Брюсселе, Вашингтоне. И когда Зеленский начинает орать, почему мы не в НАТО, так Зеленскому говорят, дорогой мой, вот, ты с этим хочешь в НАТО? Поэтому, ну, я понимаю, что западный мир просто ждет, что Украина будет более зрелым обществом и, ну, через демократические инструменты изменит власть. Но мне кажется, что сейчас начинается именно процесс, который убыстряет уход Зеленского от власти. И вот таких параллельных сценариев вдруг они вот запустились, и когда они начинают суммировать свой эффект, ну, такой эффект идеального шторма. Вот мне кажется, что как раз сейчас назревает, ну, синхронизация многих мелких сценариев, которые вдруг наложатся на финансовые, ну, на обвал финансовый в государстве, на обеднение людей. Люди будут не способны оплачивать ни газ, ни содержать семьи, и это будет нервозность такая, которая может выплеснуть на улице миллионы людей. Я боюсь, что, ну, сумма суммором всех действий приводит Зеленского именно к идеальному шторму. Тут, если он еще, ну, если он сейчас нервничает, то он понимает, что, по сути, есть несколько сценариев, в которых он противопоставить ничего не может. И это следствие его бездарной политики. Продолжение следует...